Так, ну что, давай покажись, покажись мне начинка. Ребята, всем привет! К вам пожаловала Натали, и я снова с распаковкой. Мне пришло еще несколько посылок, и я думаю, что здесь крутые вещи, поэтому давайте откроем их вместе. Я уже приготовила ножницы. Ну а если ты любишь распаковки, то ставь лайк прямо сейчас и подписывайся на мой канал, чтобы ничего-ничего не пропускать. Ссылки на товары, которые я сегодня распакую, я оставляю в описании видео. Все как обычно. Давайте не будем тянуть и сразу приступим к делу. О, начну с маленькой посылочки. Смотрите, какого она размера. Это просто, ну, как будто здесь что-то для маленькой мыши находится у нас. Давайте откроем. Здесь у меня находится вот такой пакет, в котором лежат нарезки, фруктовые нарезки. Вообще это все сделано для нейл-арта, чтобы украшать ноготочки, но мне это все не нужно. Я взяла для другого. Я хочу заливать все это дело эпоксидной смолой. Если кто-то об этом знает, то ставьте лайк и напишите в комменты, знаете ли вы, что такое эпоксидная смола и украшения из эпоксидной смолы. В общем, мне вот для этого дельца. Грубо говоря, для DIY. Здесь очень много разных фруктов. Просто, ну, очень. Такое ощущение, что собрали прям все, что знали в один пакет. Следующая посылка у меня какая-то тяжелая. И какая-то она еще грязная, бывалая. Дошла ко мне. Это канцелярия. Я заказала себе вот такой няшный блокнот или скетчбук. Зависит от того, какие там внутри листочки. Давайте я сразу вскрою, посмотрю. Почему я купила? Потому что, ну, здесь милый котик. И он притаялся как бы в кустиках. Судя по всему, охотится за мышкой. Я фанат котофеек в любых вообще проявлениях, на любых продуктах, на любых товарах. Главное, что есть кот. Все. Натали уже автоматически это хочет. Да, это скетчбук. Внутри не пролинованные листочки. Хотя, вторая часть блокнота, это уже линованные листочки. То есть, это одновременный скетчбук и дневник личный. А еще в середине очень классно есть черные листы. Здесь вы можете сделать какие-то особенные, креативные развороты. Что я вам хочу сказать? Прям такой качественный блокнотик. Я более чем довольна. Он прям суперский, шикарный. Он, я думаю, стоит своих денег. Прям не пожалела, что заказала. Дальше у меня идет вот такая помада. Но на самом деле это не помада. Это тоже канцелярия. И это идет у нас маскировочный. Или как это надо там называть? Ну, в общем, маскинг-тейп, коррекшн-тейп. Если вы что-то написали не так, замазать, как, грубо говоря, замазкой. Только она линеечкой у вас ложится. И исправить. В общем, корректор. Столько всего наболтала. Могла сказать корректор. Нет, что-то надо нести, объяснять. Дальше открываем. Кактус. По-моему, это ручка. У меня с цветами, с домашними, с горшечными все очень плохо. У меня дохнут даже кактусы. Ну, хотя бы не подохнет у меня ручка, знаете ли, вот. Ручка в виде кактуса в горшочке. Оп, взял, поставил подпись на кредите очередном. И радуюсь о жизни, что у нас в этой посылке. Слушай, здесь прям немного всего. Вот, это цыпочки, цыпляточки маленькие. Один родил другого, один краши второго. Это точилка для карандашей, насколько я помню. Всковырнем, вскроем. Так, вот сюда вы вставляете карандашик. И тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. И чистите карандаш. А вот как ее надо чистить, я уже не знаю. Это уже другой вопрос. Вот сзади, по-моему, здесь открывается. Сзади за крышечкой. Блин, это такая прикольная штучка. Мне очень понравилась. И мне напоминает это о детстве. Потому что в детстве у меня была подобная точилка. Которая была еще, по-моему, со времен молодости, бабушки. Такая олдовая, в общем, штучка. Следующее, что у меня идет, это набор для письма. Различные слоны, домики, какие-то тележки, девочка, цветочки. В общем, очень красивый такой набор. Симпатичные, нежные, в персиковом цвете. Написать письмена всем своим любимым друзьям и отправить. У меня недавно были точилки кукурузы. А сейчас у меня есть початки кукуруз. Это ластики. Что-то на кукурузку-то потянуло, потянуло. Сентябрь-то уже у нас скоро будет гореть. И кукурузка будет продаваться. Поэтому Натали запасается пока что вот такой кукурузой. Канцелярской. Ну и последнее, что у меня в этой посылке, это коврик для мышки. И он не просто там какой-то там очередной коврик и так далее. Нет, это коврик с единорожками. А внутри еще и жидкость. А внутри еще и блестки в виде кружочков и в виде звездочек. Какая милота. Буду сидеть теперь и нервы, когда у меня будут шалить, буду водить по этому коврику и успокаиваться. Дальше снова идет маленькая посылочка. Тумба-ла-лайка какая-то пришла. В общем, это такая ручка-кисточка, в которую вы набираете воду, как футлярчик в такой. Набираете краску и нажимаете, рисуете. В общем, делаете всякие разводы. Пожалуйста, ребята, которые очень мощно увлекаются рисованием, напишите, как правильно называется этот прибор для рисования. Я сейчас не вспомню. Ну, в общем, штучка удобная и действительно ей пользуются очень многие, кто любит рисовать. Итак, вот такая посылка. Что-то здесь у нас такое, что ты лучше шутки не шути, как говорится. Открываем. Та-дэн. И это какая-то банка. По-моему, это даже сжум, а не с Алиэкспресс. Это подставочка для ватных дисков. У меня была для ватных палочек недавно подставочка в распаковке, а теперь для ватных дисков. Все у меня теперь есть. Ну, просто все есть. Я вот сюда их вот так вот помещу, прям стопку. И смогу брать, брать сколько угодно. Очень удобная такая вещичка. Ну, я точнее не знаю, удобная или нет. Надо начать пользоваться, чтобы узнать. Но выглядит, по крайней мере, симпатично. И кажется, что должно это быть практически в променении. Тут у нас, походу, какая-то шмоточка. Да, это платьишко. Я не знаю, я не могу остановиться. Платьев мне, платьев еще. Дождь мне из платьев. Прямо на темечко, пожалуйста. На темечко, которое красить пора. Ой, блин, любят вот в Китае класть в подарок резиночки для волос. Вот прям вот спасибо большое. Спасибо. Это платье идет... О, какое оно милашное. Темно-темно-синее. Насыщенный такой красивый цвет. И вишенки по всему, по всему платьишку. Какая прелесть. Я люблю все, что с вишенками связано. Как они выглядят. И какие они на вкус. И какой у них аромат. И как они как принц на всяких вещах. В общем, мне нравится вишенка. Классное очень платье. Я вижу, что ткань приятная, натуральная. Такая прям хбэ, хбэ. Не знаю, на сколько процентов, но прям натурал класс. Я думала, что оно мне, кстати, уже не придет. Что-то очень долго шло. Дальше у нас вот такая большая тоже посылочка. И надеюсь, что здесь пришли мне вещи, которые тоже я уже думала. Ну все, пиши, прощай. Потому что я уже даже вроде бы спор открыла на Алиэкспресс. Но судя по всему, это они. Ой, какой милый пакетик со звездочкой. Пришла мне, значит, вот такая рубашенца. Я должна в ней ехать в Южную Корею. Я вам говорю. Смотрите на этот цвет. Смотрите на эти рукава. Здесь черные нашивки. Черные сердечки. Этот пудровый розовый цвет, он меня сводит с ума просто. С ума меня сводит. Вот такие рюшечки. Ну не рюшечки. Ну красиво, в общем, оформлен воротничок. И эта рубашечка у нас идет на пуговках. Боже, какая прелесть. Жду не дождусь, чтобы это надеть и пойти на пляски. Серьезно. А еще лучше поехать в этом в Корею. Следующая радуга-дуга. Я не помню, что это. По-моему, футболка. Да, ну материал, ну такой. Ой, материал, как лосины заниматься на утренниках, там, знаете, аэробикой в детском саду. Написано здесь today. Это обозначает, что я живу только сегодня. Ну, по крайней мере, знаете, я пытаюсь, я пытаюсь так говорить. Вот. Мне очень нравится. Яркая, сочная, классная. Ткань, конечно, да, ну не очень ткань, не самый лучший вариант, но то, как она выглядит, господи, да я прощаю ей эту ткань. И третья шмоточка. Ууу, что за размахающе такое. Да, точно. Я точно должна поехать в Корею. Это розовое платье. Вот такое оно. Знаете, я люблю называть такие платья, ну, расхлебаечка такая, расхлебаечка. Это обозначает, что, в принципе, это платье могут носить и худенькие девочки, и средненькие девочки, и толстенькие девочки, и беременные девочки. Влезут все, как говорится, все влезут. Потому что это не имеет размера платья, то есть любая практически цаца сюда поместится. И здесь милый котик, нашивочка на вот кармашке прямо на груди. Какая милота. Я так рада, что мне эта посылка пришла, я думала, уже все, хана, конец света, мне ничего не придет. Идем дальше. И снова плоский пакетик, и снова нам стараются прислать воздух из Китая. Но мы сейчас опровергнем это, потому что что-то ведь здесь есть. Так, ну что, давай, покажись, покажись мне начинка. Так. Так, это кто у нас? Кто помнит приложение Line? Давно-давно в России его даже блогеры рекламировали. Там Юля Пушман, кто-то еще. Катя Клэп, по-моему. Зайчик. Ой, воняет. Зайчик и Мишутка оттуда, из этого приложения. Вот это оттуда персонажи, и вообще это вроде как идет подставка под кружки. Если вы пьете чаек. Работаете и пьете чаек. Вот такие они миленькие. Не знаю, силиконовые или резиновые, из чего они здесь. Ну, в общем, вот такие. Так, желтая посылочка. Вот чита-читадрита, танец заводной. Так, здесь у меня что-то по канцелярии, судя по всему. О, в смысле? У меня такие уже есть. Это снова ручка с единорожкой, но у меня такие есть. Это мне в подарок положили, или я уже тюлю-лю и еще раз заказала. Честно говоря, не знаю, надо смотреть заказы. Закладочки здесь в виде собачек. Здесь у нас собачушечка, а сверху собачушечная лапка. Они магнитные, то есть, ну, примагнитил так вот с двух сторон. И, как говорится, живи спокойно. А почему собачка не магнитится, мне кажется? Магнитится, но магнитик, конечно, такой. Хиленький, хиленький магнитик. Дальше идут две пачки наклеек с суккулентами и с домашними такими мотивами. Здесь много всего изображено, я вам сниму близко, вы посмотрите. Знаете, очень качественные они и очень красиво проработаны. Их хочется прям рассматривать и рассматривать. Тут даже маленькие пчелки. Их тоже можно отклеить и приклеить в свой блокнот. Очень классные. Просто шикарные вот эти наклейки. Мне бы такое в моем детстве. Почему это все достается не по возрасту уже в этой жизни, а? Ой, ладно. И еще в этой посылочке есть закладки с кошачьими лапками, кажется. Эти кошачьи лапки есть как и просто свободные, так и что-то они держат. Сколько вот у меня уже всего этого ядрит твою налево. Да, лапки тут есть просто обычные, как будто лапки тянутся вверх. Лапки есть с леденцами, лапки есть со всякими флажками. Ой, даже трусики, трусики даже есть. С какими-то растениями, с рыбкой. В общем, котики взяли в свои лапки все, что они захотели. Вот даже денежки держат котики. Это очень мило. Не знаю, я от таких вещей просто таю. Серьезно. Итак, черная бывалая посылочка. Почему бывало тут какое-то пятнище неизвестного происхождения? И уж лучше нам не знать, от чего это пятно. Так, вскрываем. Здесь снова у нас что, канцелярия что ли опять? Господи. В этой посылке у меня находятся четыре ручки. На них изображены какой-то непонятный зверек, кролик, котик и мишка. Кажется так. И вроде бы это черные гелевые ручки. Да, это обычные черные гелевые ручки. Просто очень мило оформленные. Также в этой посылке идут наклейки с зелеными листочками. Мне понравилась вот задумка этих наклеек. Думаю, надо красивый разворотик какой-то оформить в своем блокноте. Поэтому я их заказала. Прям чисто такая зелень-зелень. Также в этой посылке у меня идет набор из декоративных скотчей. Они радужные. Они тоненькие. Здесь 10 цветов. Они очень симпатичные. Думаю, тоже можно что-то выделять в тексте. Куда-то их красиво добавлять в свои блокноты. Также здесь есть декоративный скотч с персиками. Очень люблю тему персиков. Сейчас как-никак вообще этот цвет. Не знаю, у меня в последнее время что-то много персиков в моей жизни стало. Вот теперь еще декоративный скотч. И еще здесь декоративный скотч есть с... Как вам это сказать? На пивы осени. Назову я это так. Потому что здесь желуди, тыква, грибочки, золотые и оранжевые листики. Естественно, я заказала это ближе к осени, потому что она уже у нас на носу. И мне сейчас это понадобится. Так как я оформляю блокноты, у меня сейчас вот этот маскинг тейп пойдет просто на ура. О, и еще один здесь декоративный скотч. Уже со всякими растениями. Немного такой винтажный, как будто от времени пожелтевший. Тоже очень симпатичный. Так, следующая маленькая посылочка. Осталось у нас, по-моему, их две всего. Что здесь у нас стоит? Ой, здесь наклейки с релакумой. Они прозрачные такие, формовые, форменные. Я не знаю, как лучше это назвать. Но вы меня поняли. В общем, не имеющие белых краев. Вот такие они классные. Сверху у нас тоже релакума. Вот такие они фирменные, красивые. И очень даже подарочно выглядит классно. На этом все, ребята. Вот такие у меня были товары. Такие были новиночки. Ну, а сейчас я буду убираться в своей комнате. Выкидывать все эти пакеты посылок. Желаю вам хорошего настроения. Мы с вами скоро увидимся. Не прощаюсь, потому что уже совсем-совсем скоро. Я передаю к вам с новым видосом. Пока!